всем здравствуйте сегодня хочу показать как из самых малюсеньких саженцев метеорчатой кортензии которые вы приобрели новинки дорогие прям такие эксклюзивные можно размножить за один сезон и сделать довольно большое количество я показывала в конце ноября что приобрела саженец pixio кто видел pixio и bonfire у меня были и были тоненькие такие вот у нее веточки если вам не знаю сравнить вот это sunday fries смотрите ветка а это такой вообще ну не знаю ну не нитка но как толстая такая иголка вот побеги у нее вот такие несколько веточек я у нее срезала вот это именно pixio две вот такие веточки посмотрите срезала поставила в воду они дали побеги тут уже и колес образовался я их отщипнула на принципе покажу как я отщипывала и поместила в такой стаканчик условия и они у меня были накрыты они вот так у меня были накрыты периодически опрыскивая вот и на канале много таких роликов но смотрите не стоит выбрасывать даже такие малюпасенькие иногда смотрим черенкования говорят маленькие не идут в расход что из него получится а посмотрите какие корни дали pixio и у меня уже вообще из такой тонюсенькие 3 pixio конечно они не цвели утверждать не могу что pixio но это были из европейских питомников вот две pixio так и где-то тут еще у меня один а вот тут еще один тут уже корешки пошли слегка вглубь и даже не буду его вытаскивать вот он видно видите вот он уже прям прирос там они дали воздушные корешки поэтому срезаем ставим в воду и у вас будут саженцы теперь вот смотрите я приобрела также поздно осенью краса лескова вот такая таких два побега у нее было вот этот побежек я сегодня срезала до мучон там одиноки кстати стояла они у меня стоят в предбаннике там сегодня 1 градус тепла вот у меня а эту веточку я срезала чуть пораньше она тоненькая смотрите вот такие тут корешки дала конечно это я не буду отщипывать то что вот тут с корешками когда вот этот вот уже вот этот можно уже щипнуть на такой маленькой веточке он как раз готов а вот это вот маленький если я тут отщипну тут уже нарушится целостность и не будет питать вот этот вот маленькую почечку поэтому я подожду когда она слегка слегка подрастет вот так это обрежу а это посажу в грунт вот это у меня тоже будет такой краса лескова вот сверху были уже сейчас покажу какие отщипнула вот такие они у меня уже отросли корни еще не дали я отщипывала 31 декабря вот сегодня 9 января корни не дали но они у меня в рыхлом грунте под подсветкой в пакете завязаны видите из таких маленьких веточек казалось бы тоненьких сколько будет у меня этих растений так а теперь давайте поговорим ну вот еще сейчас хочу показать и все это уберу вот хочу показать вот это пинкачу маленькие почки видно что они дали корешки и сразу они у меня поверхностно лежат вот сейчас видите такая малюсенькая можно уже отдельный стаканчик такие же тепличные условия и она уже в грунт пойдет сниму ролики буду уже их рассаживать почему в грунт сразу они у меня стояли в воде вот эти которые я чипнула пораньше они дали в воде побеги а вот эти были тоненькие и вообще не хотели никак они просыпаться я их нарезала на одну почку и тоже в такие же условия воткнула в грунт вот смотрите да вот они тут потому что они уже были в воде очень низко так были в воде видите чуть-чуть слегка они еще подрастут я их также отщипну и тут у меня в таких ясельках будут лежать это гортензия пинкачу о чем я говорю что когда вот такие тоненькие побеги то где-то выращиваем почечку до вот такого состояния вот она маленькая но она как бы такая созревшая видите вот она созревшая абсолютно а теперь хочу показать как я из больших вот у меня фрайс мельба все не было времени праздничные дни поэтому видите до какой степени до растила но фрайс мельба тут она дает корешочки вот это у меня пойдет еще до спор не пойдет в грунт будет а вот верхняя я буду отщипывать так грунт я вам говорила какой у меня рыхлый рыхлый влажный рыхлый влажный грунт вот слегка даже мог попадается как я отщипываю кто говорит лезвием кто ножницами по-разному ну вот сейчас давайте посмотрим важность отщипнуть чтоб там было так чтоб там такая выемка получилось прям я к самому к самому основанию вот смотрите вот тут должно быть вот такая прям все вот это вот мы должны взять теперь кора вообще вот это что остается она может быть но первое время она может быть потом будет давать на плохо корешочки теперь я обмакиваю в укоренит вот видите такая вот пяточка остается обмакиваю у меня укоренитель укоренит слегка вот этой пяточкой и вот совершенно воздушно вот абсолютно вот так вот воздушно прикасаюсь вот так видите когда толстая веточка можно дорастить уже сантиметра два она быстрее пойдет в рост но вот если вы конечно видите вот там прямо вот видно как вот с этой корой должно отделиться вот там такая ямочка есть мы тут вот смотрите берем берем вот отделяю прям вот с таким кусочком не буду дырочка там такая должна быть дырочка вот на вот этом на вот этом нашем побежки снова укоренит и воздушно она прямо еле еле прикасается вот не нужно сильно тыкать вот она еле еле прикасается слегка сейчас опрыснем но это я взяла один у меня 4 будет череночка это еще ставлю воду даст корешочки и будет у меня еще такой саженец тут в принципе тоже да дает колюс но я хочу мне лучше почечкой нравится снова вот так прям под основание видите вот прям под основание некоторые говорят лезвием ножницами иногда это когда у вас получится и должна быть вот такая дырочка вот обмакиваем и как бы так поверхностно вот прям поверхностно ну и эту вот дырочка остается так и тут тут даже две почечки просыпается две почки просыпается вот она выпускает а кора пока будет это вот место должно слегка слегка так затянуться вот корни укоренит у меня серый обмакиваю основание и воздушно так вот сейчас я поставлю в пакет и слегка опрысну вот когда в таком большом состоянии не усердствуем опрыскивать лучше смотрите можно в этот пакет налить водички ну как бы параллельно вот в пакете стоит и сюда вот налить водички стоит у нас она под подсветкой будет испарение будет испаряться и хватит этой влаги вот если они у вас не повяли не завяли череной в эти вот череночки защит все будет нормально это у меня фрайс мельба вот а вот это стробери блоссом смотрите вот в таком состоянии тоже можно брать но очень очень аккуратно все таки листья нужно чтоб раскрылись понимаете когда маленькие совсем побеги вот маленькие ведь они тоже такие созревшие листики распущены но и в таком состоянии они должны слегка вот распуститься если совсем мы берем почку она может у основания загнить поэтому вот грунт абсолютно вот такой вот вот подсушены снова также берем вот если вам заметно вот опудриваю так и и слегка вот место где мы берем должно вот прям до коры вот так ну и тут некоторые говорят что я прижимаю ногтями ничего я не прижимаю я бы говорила что с прошлого года все у меня это получается вот так остается и конечно теперь лучше срезать вот прежде чем поставить в воду лучше вот это место все таки сделать срез вот чтобы потому что иногда подсыхают нижние почечки но я и дальше сделаю вот это ванила фрайс вот такая уже у меня я пока тут собиралась снимать она сверху подсохла потому что я пакет убрала а так смотрите она уже выдает свои корешочки но я ее не поливаю видно что такой же грунт вот у меня как и тут видите абсолютно все одинаковое я ее не поливаю а опрыскиваю и то не часто если есть в пакетике влага значит все оно стоит под подсветкой и растет совсем недавно показывала я вот их тут как делала вот сейчас покажу посажу вот эти пинкачу буду рассаживать в отдельные стаканчики в пакетик фрайс мельбу опрысну по листу вот эти стробери блоссом снова доделаю остальные которые у меня вот тут остаются видите они дают и колюс дают и вот эти побеги сильно большие когда тоже тяжело растению сильно большие не выращиваем вот обмакнули и поверхностно сюда это срезаем и ставим дальше обрезаем можно вот тут секатором обрезать и ставим дальше в общем вот так дорогие друзья что я вам хотела сказать получая даже самые самые маленькие таким способом можно размножить и окупить цену которую вы затратили на растение теперь еще хочу сказать как брать вот если вот посмотрите вот это пинки промис видите какой толстый ствол и все таки даже вот из такого растения чтобы листья очень хорошо распустились тогда будем брать видите насколько толще пинки промис и струбери блоссом чуть-чуть надо подождать чтобы вот тут как бы пяточка это слегка загрубела и лист полностью раскрылся вот так ну вот допустим смотрите на тоненькой веточки была пинкачу какая малыха она дала уже корешки а вот на таких жирных ветках нужно все-таки подождать раскрытие листа вот так в общем вот что я хотела вам сказать дальше будем пробовать укоренять ну и ждать весны до новых встреч